Ну что же, вот мы посмотрели еще один сюжет, и у меня родился вопрос, пока мы смотрели, может быть он бытовой вопрос, но он необходимый. Вы разговаривали с огромным количеством именно ветеранов Второй мировой войны, которые живут за границей в разных странах. К сожалению, у нас еще до конца, вот сколько лет осталось, 65 лет со дня победы, многие ветераны все-таки еще в чем-то нуждаются. И даже Медведев, президент наш, говорил, что к такому-то году всех обеспечить квартирами. И говорили, что поколение победителей все-таки очень тяжелую жизнь прожило. Но понятно, что страна, мы все проживали с нашей страной, все невзгоды, все сложности. Как прожили, как и проживают ветераны, есть ли какое-то государственное обеспечение, какая-то помощь со стороны этих стран, этим ветеранам? Что-то вы узнали от этого? Вы знаете что, ну я думаю, что конечно, безусловно, помощь есть. Я ведь, как правило, интересовался войной, интересовался их памятью, не задавал им вопрос такого социального характера. Но судя по тому, как люди живут, они все-таки достойно встречают старость. Вы были у них дома, вы приезжали к ним, вы видели, так сказать. Как правило, я бывал дома у них. Это, конечно, люди всеразных профессий, так сказать, у них по-разному складывалась жизнь после войны. Но все-таки они, по большей части, могу сказать, что они достойно встречают старость. И нашим бы ветеранам так. Да, да, вот это я поэтому вопрос этот задал. Вот, и они, конечно, да, и они, конечно, все помнят, как будто вчера. А это и есть, вот эти рассказы, это и есть правда о войне. Понимаете, другой правды не может быть. Историки могут о чем-то спорить, говорить, там, какое значение имел второй фронт, большой или малый, так сказать. Западные историки будут одно говорить, наше будут говорить другое. Всегда будут какие-то расхождения, разногласия. Но вот сами воспоминания самих ветеранов, это и есть та великая правда о войне, которую сегодня мы еще можем сохранить. Понимаете, мы все учим недоученный урок сегодня. Потому что в каждой стране, и не только мы в России, и в Америке, также американская молодежь, американские дети. Потому что, конечно, я с этим столкнулся, я понял, что в каждой стране преподавали свою историю. Конечно, каждая страна имеет право на свою правду. А своя история, это своя история, это все-таки не объективно. Мы попытались в одном фильме, так сказать, соединить воспоминания ветеранов всех стран, чтобы максимально объективно сделать картину войны. Создать картину войны. Вот такой вопрос. Ведь когда 45-й год, победа, у всех эйфория от победы. В разных странах люди начинают дружить. Америка с Россией, Германией, Англией, Францией. У всех эйфория. И вдруг, буквально через год, уже видно вот эти вот зачатки холодной войны. И все это больше сильнее и сильнее. И те связи, ведь ветераны из разных стран обменились адресами. Говорили, что будут дружить вот те, кто встретились там. А потом ведь железный занавес, вот эта Берлинская стена. Как они переживали там то, что вот с русскими собратьями по оружию прекратили полностью связи из-за этой холодной войны? Вы знаете, я думаю, что вот если за все то, о чем вы говорите, и надо будет отвечать на небесах, то за это ответят политики прежде всего. Но никак не люди, которые прошли, например, Вторую мировую войну. Но они переживали такую ситуацию? Интересную вещь. Я понял, да, я вот сейчас таким образом отвечу на ваш вопрос, Сереж. В процессе фильма, снимая вот этих ветеранов по всему миру Второй мировой войны, я понял, что для них холодной войны не существовало. Для них не было холодной войны. Они всегда, например, прекрасно относились к русским и к России. Вот мы снимали 91-летнего Уильяма Картера, участника печально знаменитого конвоя PQ-17. Вот он говорит, я всю жизнь говорил, что мы должны к России быть повернуты лицом. Ну, разве для него была холодная война? Да, конечно, нет. Какие прекрасные слова он говорит в конце фильма, но мы этот отрывок не будем смотреть. О том, что статистика говорит о том, что около 54 миллионов погибло во Второй мировой войне. И примерно половину составили русские. И мы, говорит, должны очень хорошо осознать эти цифры. Потому что именно благодаря русским мы смогли сохранить свое общество, свою страну, свой уклад. Это же дорогого стоит. Да, конечно. Вот это стоит действительно дорогого. Кого-то встречали вы из знаменитого, так сказать, вот этого союза Нормандия-Неман. Значит, никого-то, так сказать, там... Вы знаете, у меня просто этого нет в фильме. Конечно, встречал. Встречали, да? Встречал, да. Живы еще кто-то участники, так сказать. Жив Мазурель, скажем, во Франции. Живы механики наших летчиков здесь, в России. И, которых я встречал вот недалее, как в этом году и еще несколько лет назад. Вот есть люди. Ну, просто фильм не конкретно авиации посвящен, да. Просто посвящен памяти о войне. А во Франции вспоминают знаменитую нашу соотечественницу, легендарную Анну Марли, которая, так сказать, гимн сопротивления. Я же с ней был знаком. Ее вспоминают? Да, конечно, конечно. Просто гимн сопротивления все знают, поэтому все знают автора, да. Нашу эмигрантку Анну Марли. Да, она рассказывала, что когда вот партизаны, чтобы узнать друг друга, значит, встречались там вот во Франции, в Англии, они свистели вот этот гимн, мелодию. И это было как бы позывной о том, что единомышленник. То есть это было совершенно... Ну, вот Татьяна Михайловна Карпова же прекрасный фильм сделала об Анне Марли. Да, да. Вот в цикле «Русский выбор» как раз есть фильм об Анне Марли Карповой. И книга вышла замечательно о русском зубежье. Да, и книжка вышла, да, 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 да. Наша же книжка в «Русском пути» вышла. Я должен для зрителей пояснить, что издательство «Русский путь» и киностудия «Русский путь» — это братья, близнецы братья. То есть у нас такой своеобразный холдинг «Зао. Русский путь», в котором и издательство «Русский путь», и наша киностудия, которая свое название унаследовала как раз от издательства. А издательство название дал Александр Савич Солженицын. Да, да, да. Ну что же, у нас еще есть отрывок. Вы что-то расскажете о последнем отрывке? О последнем отрывке, да. Сейчас вы услышите воспоминания Мориса Кардие, французского священника, который прошел дорогами Второй мировой войны. И в этом отрывке все сказано, Сереж. Хорошо, давайте посмотрим. Однажды, проснувшись утром, я увидел черное небо. И не из-за туч, а из-за самолетов, бомбардировщиков. И мы поняли, настал день высадки. Это было 6 июня 44-го года. Мы были на легких судах, конечно, чтобы быстро высадиться. И вдруг, это непередаваемо, на рассвете мы увидели, как встает французский берег. Это было очень волнующе. Многие из нас давно покинули Францию, несколько лет не были на родине. И вот мы увидели, как на горизонте встает земля. Вы увидели, как на горизонте встает. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это были наши первые потери. И для многих из нас крещение огнем. Потом на несколько дней огонь прекратился. Немцы изнемогли, и нам, по правде говоря, тоже нужен был отдых. Но мы ждали только одного, и это следует подчеркнуть. Мы ждали только приказа идти на Париж. Это было наше самое заветное желание. Мы все пошли воевать, чтобы освободить Париж. Первые танки, которые вошли в Париж, были части полковника дрона, сформированные, когда мы были уже на подходе к столице. Нам нужно было как можно быстрее прийти на помощь внутренним силам, которые организовали восстания под предводительством парижских коммунистов, и которые уже выдыхались. Одному из наших танкистов удалось дозвониться до родителей. Телефоны в Париже еще работали. Он успел сказать им, я еду. Вот он я, я вернулся. А спустя несколько минут он погиб в бою. Это было страшно. Зрелище было необыкновенное. Все были на улице. Когда люди поняли, что пришли французы, все колокола зазвонили. Толпы наводнили город. Некоторые даже поплатились за это жизнью, так как бои еще продолжались. Париж воевал. Париж воевал. Париж воевал.